Очевидно невероятное, наверняка многие из вас уже знают этот момент, но кто-то не знает. Есть такие платы заряда для лития, основанные на микросхеме TP4056. Да, сама микросхема может называться иначе, там уже у нее много было итераций, разные производители ее производят. Там лучше, хуже, это дело десятое, не в этом суть. Суть в том, что во всех таких модулях стоит резистор на 1,2 кОм, на нем так и написано 122, это SMD резистор. Вы его в принципе не перепутаете ни с какими другими, он такой единственный, с такой надписью, в случае чего замеряете сопротивление мультиметром. Его выпаиваете и ставите резистор более выше по килоомам, чтобы уменьшить ток заряда. Для чего уменьшить ток заряда? Банально для того, что обычно в таких устройствах и переделках мы пользуемся литием не новым, либо миниатюрным. И в любом случае его одним ампером заряжать не очень-то и правильно. Это лично мое мнение. Я заряжаю всегда ниже, насколько это возможно, током, потому что в таких устройствах спешка не нужна. А так ты его неспешно зарядил, а он и не перегрелся, и с ним все нормально, и как бы все отлично. Я ставлю на 3 кОма. Это 400 мА. Вот я вставил уже, наверное, табличку. Вы можете поставить на паузу, посмотреть, можете в интернете вообще загуглить. И вперед из песни. Почему именно эта плата, вы скажете? Ведь множество других есть готовых решений. А потому что эта плата, она у многих просто лежит. Вы ее купили там когда-то лет 10 назад 10 штучек, и еще все не использовали. Ну вот, пожалуйста, самое время вот этим заняться. Если у вас нет SMD резистора, можете припаять обычный резистор. Главное, чтобы ничего не закоротил он. Он, конечно, по габаритам будет гораздо больше. В принципе, тут такая штука. Но это лично мое мнение. Ставлю всегда меньше. У меня давно используются эти модули. И литиевые аккумуляторы там стоят, и заряжаю их малыми токами. Обычно там 400-300 мА, иногда и 250. Ну, соответственно, 3-4-5 кОм ставлю резистор вместо 1.2, и все прекрасно работает. Кому-то, наоборот, надо побольше ампер, чтобы быстро все заряжалось. Я же... Ну, для таких устройств это не надо, чтобы быстро заряжалось. Это не телефоны или еще что-то такое. Может, вам было это полезно. Может, вы не знали вдруг. Такое бывает. Вот теперь узнали, как это делается. Вроде бы ничего сложного. Меняйте, уменьшайте токи заряда, чтобы ваши и так, может быть, не новые литиевые батареи прослужили еще как можно дольше в ваших устройствах. Потому что выбрасывать их, конечно же, жалко, если они все целые. Никаких там физических повреждений или там вытекшего электролита или вздутия. Ну, то есть, если ничего нет, то она еще проработает. Просто емкость упала. Вот такая вот штука. Ну, и новые можно ставить, кстати, тоже запросто. Их тоже желательно низкими токами заряжать. Хотите, чтобы ваши аккумуляторы жили долго-долго? Заряжайте их неспешно низкими токами. У микрофона был Метатрон. Он же Олег Гром. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok